Друзья, всех приветствую! Сегодня хотелось бы обсудить ситуацию с акциями Tesla. Раньше я уже записывал ролик, он до сих пор доступен на нашем канале на YouTube, где рассказывал о том, что неплохие результаты Tesla в начале года, чуть ли не первая чистая прибыль, а также эффективное управление компанией, позволившее ей показать реально достойные результаты по продажам автомобилей в условиях коронакризиса. Это тогда, когда прочие автопроизводители несли катастрофические убытки. Все это создавало раньше очень хорошую базу для роста котировок. Тогда мой прогноз по Tesla был амбициозным. Я серьезно полагал, что акции смогут закрепиться выше 1400 долларов и, может быть, даже приблизиться к полуторам тысяч. В итоге мы оказались на уровне 2317. Это, собственно, максимум, который видели относительно недавно. Акции в прямом смысле улетели в космос и стали очень дорогими. Где-то на уровне 2000 Маск принимает решение о сплите. Все мы знаем, что сплит — это довольно простая штука — увеличение числа акций путем их деления на определенный эквивалентный пропорций. В результате такого дробления число акций увеличивается, стоимость снижается, катализация компании остается прежней. Для чего проводятся сплиты? Мне кажется, с этим тоже все предельно прозрачно и ясно. Чтобы акции стали покупать даже те, у кого нет денег. Если у вас нет 2000 долларов на одну бумагу, ничего страшного, держите цену в пять раз ниже. Это как раз вот в эквиваленте то, что было с Tesla. Повторюсь, что перед самим сплитом стоимость одной акции Tesla составила 2317 долларов. Еще в январе, друзья, этого года акции котировались на отметке 420 долларов. А спустя вот фактически 8 месяцев они стали стоить больше 2000. То есть речь идет о росте 5,5 раз. Доходность 550 процентов, это даже не годовых, а всего лишь за 8 месяцев. То есть сейчас, если сравнить капитализацию даже на данном этапе, капитализацию Tesla с крупнейшими компаниями, получается, что Tesla дороже банков JP Morgan, Bank of America, MasterCard, Netflix. На фоне такого роста логичный вопрос будет, считаете ли вы Tesla кузырем. Я думаю, что многие скажут, что да. В принципе, нетрудно догадаться, что действительно, если бумаги компании растут настолько, это и есть доказательство подтверждения того, что компания – это самый настоящий кузырь. Почему же тогда в Tesla продолжают вкладываться? Все просто. Потому что акции растут. Причем растут на десятки процентов в неделю. Потому что компания проводит сплит. А во всех книжках в теории сплит – это чуть ли не самое лучшее подтверждение того, что дела у компании идут замечательно. Да еще и перед самим сплитом, как будто бы специально, я уверен, что время было выбрано не просто так, Илон в очередной раз взрывает мозг общественности в новой революции. Он показывает всему миру свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в мозг. Говорит, что то же самое легко можно поделать человеком. По словам Маска, этот чип может помочь решить проблемы с рядом недугов человеческих, которых в той или иной степени страдает большая часть населения страны. Это потери памяти, слуха, зрения, паралича, депрессия, бессонница. Кроме того, есть даже с учетом комментариев Илона, что чип мозги позволит в том числе слушать музыку напрямую в мину и уши. Маска выразил уверенность в том, что чипы помогут не только успешно лечить болезнь Паркинсона и Альцгеймера, но и даже усилят функции мозгового здорового пути. Может, даже благодаря Маску появятся супер-люди со сверхспособностями. После такого даже скептики признали, что этот парень может все. Ему не только можно, но и фактически нужно отдать все свои деньги. Он их обязательно приумножит. И вот как раз на этой волне мы и увидели исторический максимум, который я уже не раз называл, 2317 долларов. После произошел сплит, 1,5 акций полетели вниз. И сейчас по мере снижения акций на 20% туман всеобщей эйфории начинает рассеиваться. И многие инвесторы за этим туманом наконец-таки видят, насколько же перекуплена Тесла. Что мы можем сказать о Тесле сегодня? Получается, вот на конец третьего квартала 2020 года, когда акции в моменте очень сильно дешевеют. Ну, во-первых, стоит отметить огромное количество нареканий на качество продукции. Модель УВАЙ недавно заняла почетное первое место с конца, как самая некачественная машина на американском рынке. Мы снова видим резкое падение объемов продаж. У компании скромные возможности для серьезной экспансии. Практически все автомобильные производители наконец-таки серьезно занялись разработками автомобилей на альтернативную энергию. То есть разработки явились давно, но это были эксперименты, игрушки. Но сейчас мировой автопром массово делает ставку на электромобили или на водородный вес гибриды. Я думаю, что всем известно прецедентом буквально всех крупных автопроизводителей. Следующий негативный момент – это мизерный размер собственных активов. Есть два признанных подхода оценки инвестиционной привлекательности той или иной компании. Первый – это классическая школа ГРЭХ. Сравниваем капитализацию с собственным капиталом компании. Капитализация теста – 346 миллиардов, собственная капитала – 9 миллиардов. Итого получается, что компания перекуплена почти в 40 раз. Второй способ – это анализ всем известного коэффициента ПИНАИ. Индикатор позволяет понять, через сколько окупится в вложении в ту или иную бумагу. То есть, чтобы рассчитать этот коэффициент, необходимо разделить стоимость акции на прибыль. На 371 доллар – это текущий курс. Мы делим на прибыль на одну акцию 39 центов. И получается, что вложение в Тесла окупится, друзья, это не оговорка, через 950 лет. С негативом, безусловно, понятно, есть ли что-то на другой чаше весов. На самом деле, есть, но немного. Только вера в то, что Тесла сможет захватить весь мир. Выбирая между первым и вторым, я все-таки склоняюсь в пользу того, что акции Тесла – это авантюра. То есть, вложение в эти бумаги – это больше похоже на тотализатор, а не нормальный, возвешенный подход к инвестиционной деятельности. На мой взгляд, то медвежье ралли, которое мы сейчас видим после сплита, будут коррекции, конечно же, вряд ли мы увидим серьезный рост в бумаг в ближайшее время. Но, скорее всего, тенденция останется нисходящей. И за текущими ценовыми значениями 371 доллар последует 300, 250, может быть, даже еще ниже. Это, кстати, лично мой субъективный прогноз до конца 2020 года. Друзья, традиционно мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Покупаете ли вы акции Тесла или считаете, что это верный, скажем, актив фондового рынка для продаж? В общем, пишите обо всем этом в комментариях. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok